Теперь я хочу познакомить вас с понятием КПД-двигателя, то бишь коэффициентом полезного действия. Он обозначается греческой буквой «это». Хотя она читается как «э», выглядит эта буква как немного странно написанная «н». Итак, греческая буква «это» обозначает КПД. И термин «КПД» применительно к двигателям используется примерно в таком же смысле, что и слово «эффективность в повседневной речи». Если я говорю о том, насколько эффективна ваша работа в течение определенного времени, я имею в виду, что вы делаете в течение того часа, который я вам дал. Или если я говорю о том, насколько эффективно вы распорядитесь деньгами, я имею в виду, сколько вы можете купить за те 100 долларов, которые я вам дал. КПД-двигатели — это то же самое. Что вы сумели сделать с тем, что я вам дал? В мире двигателей мы определяем КПД как работу, которую вы проделали с энергией, которую я вам дал для этого. Так какова же была энергия, которую я вам предоставил вот здесь, для двигателя Корно? Эта энергия представляла собой энергию, которая поступила из вот этого первого резервуара. Когда мы передвигали камешки из А в В, то мы делали это так, чтобы этот процесс был квазистатическим, чтобы при необходимости можно было бы вернуться назад, и чтобы система все время оставалась в состоянии равновесия. Если бы вот этого резервуара не было, то температура начала бы снижаться, так как мы увеличиваем объем и так далее. Соответственно, нам пришлось оставить этот резервуар вот здесь. Как мы говорили много раз, тепло, добавленное системе, равнялось Q1. Это эквивалент работы, проделанной нами в течение определенного периода времени. И поэтому он должен охватывать всю заштрихованную область, а не только то, что находится внутри круга. Итак, полученное вами тепло равнялось Q1. Позднее вы отдали некоторое количество тепла обратно, когда для вас была проделана определенная работа. Но нас интересует тепло, которое было отдано нам, в данном случае это будет Q1. А какова же была работа, проделанная вами? Полезная работа, проделанная вами — это заштрихованная область. Это область внутри нашего цикла Корно. Таково наше определение КПД. Это всегда будет дробь. Иногда этот показатель выражается в процентах, например, вы можете сказать 0,56, а можете — 56%. То есть вы можете передать 56% переданной вам тепловой энергии и превратить ее в полезную работу. Я полагаю, что это и будет определение КПД. А теперь давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, как КПД сочетается с некоторыми переменными, с которыми мы имеем дело в цикле Корно. Итак, какова была работа, проделанная нами? Нам известно наше определение внутренней энергии. Это определение является для столь простого уравнения намного более полезным, чем вы могли подумать. Изменение внутренней энергии представляет собой полезное тепло, приложенное к системе за вычетом работы, которую проделала сама система, верно? Итак, когда вы завершите один цикл Корно, то есть пройдете весь путь от точки А и обратно до нее. Пожалуй, здесь я сделаю небольшое отступление. Возможно, вы прошли еще один цикл, но когда вы проходите тот же путь, что и в первый раз, когда вы движетесь по часовой стрелке, вы представляете собой двигатель Корно. Вы совершаете работу и передаете тепло от T1 к T2. Если же вы проходите цикл еще один раз, то вы будете представлять собой рефрижератор Корно, и определенная работа будет проделана применительно к вам. При этом вы будете передавать энергию иным образом. И это будет очень важно для доказательства того, почему двигатель Корно, по крайней мере теоретически, является лучшим двигателем с точки зрения КПД. Если, конечно, вы заботитесь только о КПД. Да и в любом случае. Именно об этом я и говорил. Итак, если я пройду полный цикл на этой диаграмме и приду обратно к точке А, то каково же будет изменение моей внутренней энергии? Оно будет равно нулю. Моя внутренняя энергия — это переменное состояние, соответственно, изменение моей внутренней энергии равняется нулю. Изменение энтропии также будет равно нулю. Это еще одно переменное состояние при переходе от точки А обратно к ней же. Итак, при прохождении данного цикла изменение моей внутренней энергии равняется нулю. А каково же полезное тепло, приложенное к системе? Мы приложили к системе Q1, забрали Q2, так? Мы передали это тепло второму резервуару. Мы передали его T2 вот этому второму резервуару. Затем вычтем работу, и все это будет равняться нулю. Я хочу, чтобы вы поняли, что это полезное тепло, приложенное к нашей системе. Таким образом, работа, проделанная с системой, вы просто добавляете W к обеим частям данного уравнения, и получаете W равное Q1 минус Q2. Вот так. Давайте произведем замену в наших записях. И вместо W в числителе запишем Q1 минус Q2. В нашем определении КПД, а в знаменателе по-прежнему останется Q1. Теперь произведем немного математических вычислений. Это сокращается. Это Q1. Это тепло, которое мы вкладываем. Итак, это полезное тепло, которое мы приложили к системе, деленное на тепло, которое мы вложили в этот процесс. Это равняется Q1, деленное на Q1. Это 1. Минус Q2 от Q1. Это еще одно любопытное определение КПД. Все это алгебраические вычисления с использованием определения внутренней энергии и так далее. А теперь давайте посмотрим, можем ли мы как-то увязать КПД с температурой. Вот у нас Q1. Чему же были равны Q2 и Q1? Чему они равнялись? Можем ли мы сказать, каковы были их абсолютные величины, несмотря на их обозначение? То есть, мы знаем, что Q2 передавалось из системы. И если говорить с точки зрения энергии, приложенной к системе, то это будет отрицательное число. Но что, если нам нужно будет просто узнать величину Q2 и величину Q1? Итак, Q1. Давайте нарисуем новый цикл Корно просто для простоты. Я нарисую вот здесь маленькую картинку. Это ось объема. Это ось давления. PV. Начнем вот с этого состояния, а затем пойдем по изотерме. Может быть, фиолетовый? Это что-то вроде… Давайте посмотрим. Изотермическое расширение. Вот здесь у нас изотерма. Я перехожу вот к этому состоянию, а затем спускаюсь к состоянию B. То есть, иду от A к B. Мы знаем, что это изотерма. Вот это происходит при добавлении Q1. Это изотерма. Если ваша температура не меняется, то не меняется и ваша внутренняя энергия. И как я сказал раньше, если ваша внутренняя энергия равна нулю, то тепло, приложенное к системе, будет таким же, как проделанная вами работа. Эти показатели отменяют друг друга. Вот почему у вас получается ноль. Итак, Q1, приложенное к системе, должно быть равно проделанной нами работе. А работа, проделанная нами, — это область, которая находится под вот этой кривой. Мы делали это несколько раз. Но почему эта область под кривой? Потому что это множество прямоугольников, обозначающих давление, умноженное на объем. И затем вы просто складываете все прямоугольники, бесконечное число бесконечных узких прямоугольников. И получаете эту область. И что же это такое? Напомню, давление, умноженное на объем, равняется работе. Так? Потому что мы расширяем цилиндр. Мы поднимаем вот этот поршень. Сила умножается на расстояние. Таким образом, Q1 равняется этому интегралу, объему, проделанной нами работы. Равняется интегралу от остаточного V, вернее, от VB, от нашего объема в точке B. Ох, простите. От нашего объема в точке A до нашего объема в точке B. Мы начинаем вот здесь и идем до нашего объема в точке B. И мы принимаем интеграл давления. Я уже делал это несколько раз, но сделаю еще. Итак, давление, наша высота умножить на наше изменение, объема dv. Теперь мы возвращаемся к нашей формуле идеального газа. pv равняется nRT. Разделить обе части на v, и получится p равное nRT от v. Итак, q1, q1 равняется интегралу vA от vA до vB. Вот эта маленькая штучка вот здесь, nRT от v, dv — все это постоянные величины. Не забывайте, это изотерма. Наша температура не меняется. Мы можем написать здесь t1, потому что это наша температура. Мы на t1. Мы на изотерме t1 вот здесь, потому что мы касаемся резервуара t1. Но это постоянная величина, и потому мы можем убрать ее из уравнения. Детально рассматривать интеграл я не буду, потому что мы уже делали это несколько раз. Итак, q1 равняется постоянной величине nRT1, умноженному на вот этот определенный интеграл. Все, что мы оставили в интеграле, это 1 от v. Антипроизводная от этого — это натуральный логарифм, и затем вы оцениваете две границы. Для этого из натурального логарифма vb вы вычитаете vA. vb, vA, что полностью равняется натуральному логарифму vb от vA. Все вполне справедливо. Вот у нас q1. Прекрасно. А чему же равно q2? q2 — это часть цикла Корно. q2 — это переход от c к d. Итак, величина q2 — это область вот под этой кривой, вот здесь. Вот эта работа, приложенная к системе, и поэтому мы вычитаем ее, когда хотим узнать полезную работу, проделанную системой. И у нас в конечном счете получается вот эта область, когда мы вычтем и вот это вот здесь, с этой стороны. Но если мы хотим просто узнать величину q2, мы просто берем интеграл, вот об этой кривой. А что же представляет собой этот интеграл? Это тепло, исходящее из системы. Тепло, которое выталкивается из системы по мере приложения к ней определенной работы. Итак, вот этот интеграл… Итак, мы можем сказать, что величина q2… Я покажу это вот здесь. q2 равняется… Здесь используется та же самая логика, поскольку границы различны. Теперь мы идем от… Не забывайте, что мы уделяли большое внимание направлению. Итак, идем от vc к vd. Но если я просто хочу знать абсолютное значение для этой области, то я могу пойти и от vc к vd. И просто получить его абсолютное значение или пойти от vd к vc и получить положительную величину. Итак, давайте сделаем это. Итак, вот у нас интеграл от vd к vc… Не забывайте, наш цикл шел от vc к vd. Но я просто хочу узнать абсолютную величину. Я хочу, чтобы вы это поняли. Итак, я иду в обратную сторону. От p, dv… И здесь мы проводим те же самые математические вычисления. У вас получается, что q2 равняется nr. На этот раз температура – это T2. Мы на резервуаре T2. Умножим это на натуральный логарифм. Каков же он будет на этот раз? Умножим на натуральный логарифм. Только вместо vb от va у нас будет vc… vc от vd. А теперь давайте используем эти два блока информации и вновь заменим их на только что полученные нами результаты по КПД. Мы выяснили, что вы также можете записать КПД двигателя как равный 1 минус q. Давайте вернемся к этому. 1 минус q2 от q1. q2 от q1. Итак, давайте заменим q2 здесь и q1 вот здесь. И что же вы получаете? Вы получаете, что КПД вашего двигателя равняется 1 минус q2. Это… вот это выражение nrt2 умножить на натуральный логарифм vc от vd. vc от vd. Все это деленное на q1. Вот здесь. q1… nrt1 умножить на натуральный логарифм vb от va. Теперь можем кое-что вычеркнуть. Вычеркиваем n и r. И у нас остаются вот эти натуральные логарифмы и так далее. Но весь этот ролик предназначен для того, чтобы показать вам, что vc от dv равняется vb от va. Если вы знаете, что вот эти показатели равны, то вот это равно вот этому. Итак, их натуральные логарифмы равны. И, соответственно, мы можем использовать простое деление. И что же у нас остается? А остается у нас то, что КПД также может быть записан как минус 1 t2 от t1 для двигателя Корно. Для двигателя Корно. И помните, эти вычисления могут быть применены к любому двигателю. Это просто небольшие математические расчеты и определение работы. Хорошо, прямо сейчас я не буду вдаваться в детали. Но это касается двигателя Корно, так? Поскольку мы проделали определенную работу, связанную с циклом Корно. Но мы получили довольно важный результат, так как в следующем ролике мы покажем, что двигатель Корно, по сути дела, является максимально эффективным двигателем. При этом мы должны помнить о том, что когда мы говорим «эффективный», то имеем в виду, что при использовании двух источников температуры вы не можете создать более эффективного двигателя, чем двигатель Корно. Конечно, я не говорю, что это самый лучший или самый практичный двигатель, или что вы могли бы использовать его в своей газонокосилке или своем реактивном самолете. Я просто хочу сказать, что это самый эффективный двигатель между двумя вот этими резервуарами. И я покажу вам это в следующем ролике.